Жесть, как меня начали хейтить в комментах под шортсами, что я испортил чужую картину, что я перекрыл ее. Да, я испортил чужую картину, закрасил черным цветом. И дальше в этом видео по сюжету будет понятно, зачем я наделал столько ужаснейших делов по чьему-то мнению. Вандалил без разрешения, якобы. И про это тоже, кстати, писали некоторые люди в комментариях. Но! Есть одно но! Во-первых, сейчас объясню, почему я рисовал картину 6 дней, а не 24 часа, как было заявлено для челленджа. И как видно это из названия видео. Все это без байта. Я рисовал реально 24 часа. Но разбил я это на 6 дней, потому что в совокупности я рисовал 24 часа. Каждый день по несколько часов. И если все эти дни сложить, то есть первый день закрашивал я 4 часа, второй день делал разметку, еще 4 часа, третий день приступал к рисованию, тоже 4 часа и так далее. И сейчас по сюжету это все будет видно. И это, наверное, был один из самых популярных вопросов, который, к моему удивлению, волновал очень многих. Нет, люди, конечно, интересные. Не разобравшись ситуации, не понимая вообще, что к чему, начинают сразу проявлять какую-то агрессию, негативить, хейтерить в комментариях. И это продолжается по сей день. Хотя я в шорцах уже почти всю историю рассказал. Но вот именно здесь я хотел все разобрать по полочкам, по кусочкам. Нет, ну ладно, хейт в интернете. Так помимо этого, меня начали еще выслеживать. В комментах зачем-то начали писать, где я живу и что. Короче, вам самим было бы такое приятно? У меня, конечно, началась паника какая-то. И я, честно говоря, подохренел. После того, как я сделал разметку, кто-то взял просто тупо, потоптался по работе. Хотя я никому ничего плохого не делал. Никого не обзывал. По большей степени я желаю людям только добра, позитива. Чтобы в этом мире побольше излучалось всего хорошего. И я верю, что классных, интересных, творческих людей очень много. Как минимум 4 миллиона есть. Ведь не просто так на меня подписываются каждый день. На видосах ставят миллион лайков. И бывает с одного видео там подпишется миллион человек. Короче, это реально круто. И я думаю, что мои работы по большей степени вдохновляют людей. Делать что-то новое, интересное, творческое. И это круто. Но, видимо, некоторые люди просто не хотят этого. Просто не хотят. И вот на картинке уже видно, как третий день подряд я делаю эту работу. И вот в данный момент я уже приступил к разрисовке. И это мой самый любимый процесс. Потому что уже подготовлена поверхность. Уже есть разметка. И все. Осталось только наложить рисунок. Да, да, это каляки-маляки. Там закорючки. Вот эти вот палочки какие-то непонятные. Там черточки. Но, как бы то ни было, я рисую в своем стиле каллиграфии и комплетианизм. Для многих это, конечно, будет удивление. Но миллионам людей нравится мое искусство. И иногда у меня, конечно же, случаются какие-то казусы. Я надеюсь, тот парень или девушка, короче, тот художник, чью работу я перекрыл, не будет на меня обижаться. Не будет мстить мне и не будет портить мою работу. И уж тем более не будет преследовать меня и вычислять мой адрес проживания. Потому как, во-первых, ту работу я тоже запечатлел. И она стала гораздо популярнее, чем была раньше. Кстати, автор той работы, если ты это смотришь, то обязательно напиши мне комментарий, что это твоя работа. И как тебя зовут, чтобы я смог тебя упомянуть в своих видиках. Ну и подтвердить авторство. Во-вторых, администрация города и парка мне официально выделили именно это место. И дали разрешение на съемку. И главное, на создание этого современного произведения искусства от меня. И да, кстати, всем привет. Меня зовут Краф Каллиграф. Короче, на пятый день я хотел вообще все бросить. И больше не приступать к этой работе. Потому как многие подходили и спрашивали, зачем это, куда и что. А ведь это отнимает энергию. И с каждым часом мой пыл все потухал и потухал. Мы с Анютой даже приняли решение пропустить один день. Так как от перегрева и глупых нервов у меня поднялась температура до 30 градусов по Цельсию. И та ночь для меня была вообще кошмарной. И было кучу разных галлюцинаций. И, ну, видимо, это все от высокой температуры. Но благодаря поддержке от моей жены и благодаря ее вере в меня и в то, что я все равно любыми путями преодолею все трудности, я собрался силами, собрался духом и погнал заканчивать это дело. Так как мир должен увидеть то, что я натворил. В хорошем же, конечно, смысле этого высказывания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok